Уже не одно тысячелетие цигмунтерапию используют для повышения работоспособности, исцеления от болезней, продолжения жизни и достижения долголетия. В переводе с китайского языка ци – это жизненная энергия, а гун – управление. Система цигун не имеет возрастных ограничений. Все упражнения выполняются в медленном темпе, что позволяет заниматься такой гимнастикой даже людям пожилого возраста и тем, у кого повышенное давление. Цигун направлен не на излечение какого-то одного органа, а в общем-то он стоит на теории пяти первоэлементов. В теле у человека, в организме его все пять первоэлементов присутствуют, и присутствует в гармонии человек здоровый. Если нарушается взаимосвязь между первоэлементами, то это приводит к болезни. Специалисты говорят, если регулярно выполнять весь комплекс упражнений, улучшается осанка, гибкость тела, увеличивается кровоснабжение головного мозга и внутренних органов. Безусловно, польза очень большая. Живот не могла подтянуть, дыхание было изменено, не могла стоять на одной ноге. Сложно было вообще делать динамику рук, потому что не могла полностью ощущать левую и правую руку. А со временем все восстановилось. Я занимаюсь уже почти четыре года. Начинала заниматься студенткой пятого курса. Было замученное состояние. Сессия, подготовка диплома, начала работать. То есть, очень такое состояние было тяжелое. Где-то за месяц занятий у меня полностью все восстановилось. Последние три года я практически вообще не болею. То есть, раньше там просудные были заболевания часто. И по телу выровнялся позвоночник. Стало телом более естественное движение. Лучше всего заниматься цигун с самого утра или с 8 до 10 часов вечером. Самое главное в этой гимнастике – правильное дыхание. Дыхание, наверное, это основа физиологии всего организма. Нам необходим, как ни странно, за счет дыхания не только кислород, но больше, по большому счету, нам больше нужен углекислый газ, который участвует во всех обменных процессах организма. Поэтому дыхание здесь четырехфазное. Это вдох, задержка, выдох, задержка. Это основа. Кстати, разноцветные майки у учеников не просто так. Каждый цвет обозначает уровень подготовки занимающегося. После месяца занятий и сдачи нормативов обучаемый получает зеленую майку. Изучив следующее базовое упражнение, он получает майку другого цвета – красного. На третьей ступени – желтого цвета, а на четвертой – майку белого цвета и статус помощник инструктора. В черный цвет облачаются только инструкторы. Этим утром с китайской гимнастикой вас знакомили Виктория Ходосок и Александр Бутрим. Будьте всегда здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова